Лето не только сезон отпусков, но и жаркая пора для так называемых домушников. По статистике, большинство квартирных краж совершаются, когда хозяева на отдыхе. В летний период, как правило, количество краж возрастает. Это связано с тем, что многие уезжают в отпуска. При этом жилище оставляют, скажем так, без присмотра. Прогресс не стоит на месте, и высокие технологии нередко оказываются полезными домушникам. При помощи соцсетей преступники не только выявляют квартиры, где есть чем поживиться, но и узнают, когда хозяев нет дома. Например, не успели доехать до аэропорта, уже в соцсетях выкладывают, сегодня уезжаем отдыхать, месяц у нас не будет. Этого делать нельзя. Нужно выжать определенное время по приезду, если вам очень это нужно. Как обезопасить свое жилище? В первую очередь, жильцам первых и вторых этажей необходимо установить на окнах решетки. Второе – это надежная входная дверь. Проще всего вскрыть старые советские замки, а также китайские – одни из самых распространенных. Желательно замки устанавливать разные модификации. Есть квалифицированные преступники, которые именно могут открывать замок, скажем, Guardian. Они проходят по подъезду, подбирают такой замок, открывают его. Если в двери на тот момент будет, например, замок системы, например, МИДТЭМ или еще какой-то, это вызовет определенные трудности. Но самый действенный способ защититься от незваных гостей – установка сигнализации. Услуги предоставляемые Управлением невестной охраны, Управлением Росгвардии, включая два аспекта. Техническая составляющая, куда входят охранные средства и работа групп задержания. За счет комбинации двух этих средств достигается высокой эффективности с противодействием к квартирным кражам и кражам имущества граждан. В настоящий момент отделение невестной охраны осуществляют охрану порядка полутора тысяч юридических лиц, также физических лиц порядка четырех с половиной тысяч, и места хранения граждан порядка тоже полутора тысяч. Так выглядит дежурная часть неведомственной охраны Ивановского управления Росгвардии. Сюда поступают сигналы с объектов, находящихся под наблюдением. Когда срабатывают тревожные датчики, дежурные передают сигнал ближайшему экипажу. Город распределен на участке, соответственно, по которым несут службу группы задержания. То есть прибытие непосредственно по сигналу тревога минимизировано каждой группой для того, чтобы сигнал тревоги и прибытие группы, соответственно, было минимальным. До московского микрорайона ближайший экипаж добрался менее чем за пять минут. Ложная эта тревога или реальное проникновение в охраняемое жилище пока неизвестно. По прибытию группа быстрого реагирования имеет четкие инструкции. Подъезжать тихо, чтобы не спугнуть вора. Если в доме есть лифт, то один сотрудник поднимается на нем, а другой по лестнице. Цель – перекрыть преступнику пути к отступлению. Стоять, полиция! Что делать? Руком за что? Так и есть. Злоумышленник не успел покинуть место преступления. Уже через несколько минут после срабатывания сигнала он в руках сотрудников вневедомственной охраны. Как правило, если совершено преступление, то вызывается следственная оперативная группа и задержанный передается им для дальнейшего разбирательства. Такие случаи редкость. Как правило, злоумышленников пугает даже значок вневедомственной охраны на двери. Не говоря уж об индикаторе сигнализации. И такие квартиры грабители стараются обходить стороной. Нарушитель, задержанный Росгвардейцами, на самом деле не взломщик. С его помощью мы проверили скорость реакции вневедомственной охраны. О том, что тревогу учебной никто, кроме нашей съемочной группы и хозяина квартиры, не знал. Вневедомственная охрана с заданием справилась. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.